привет мои хорошие с вами сирена своей и сегодня у нас ванна красоты хотел сказать кухня красоты это на фоне моего прошлого видео где я вспоминала прошлое свои старые видео там была у нас кухня красоты но сейчас у нас ванна красоты потому что все наши эксперименты с волосами окрашивание уходы мы теперь делаем нашей ванне поэтому ванна красоты и так приветствую всех моих подписчиков давно у нас не было окрашивания я уже со своими волосами не экспериментирую так как раньше кстати самое интересное что я смотрела пока свои прошлые видео и каждый раз когда я снимаю видео или окрашивание или еще что-то каждый раз я говорю вот раньше были волосы у меня вот это была густота сейчас не то и это я говорила тогда когда сейчас смотрел свои видео думаю глянь у меня волосы там классные густые такие так я говорила что это это реально половина от того что у меня раньше было и когда была вот молода 13 лет 11 у меня ну если конечно я их не покрою я помню что покрасила как-то было блондинкой но вот до того как красила мои вот даже вы мне очень густые были волосы у меня вот такие на я коса была почему мама и обрезала мне волосы потому что мы очень сильно мучились в детстве с волосами они еще путаются такие но они прям такие тяжелые густые классные хотя мне сейчас до сих пор делают комплименты что мне хорошие полосы но здесь уже одна десятая от тех волос которые были поэтому короче я сейчас не экспериментирую особо сильно с волосами только если современными красочками с чем я экспериментирую сейчас так это с окрашиванием своих корней и я не хочу осветляться потом тонироваться это я повторяю для тех кто вновь прибыл ко мне или только знакомиться со мной с моим каналом я не хочу окрашивать потом тонировать потому что во первых это повреждение волос да тот же осветление порошком потом тонировка то есть ну в общем то двойной как удар можно так сказать да хотя все относительно я понимаю что может быть там где-то в общем не суть важно но в общем не хочу их осветлять а второй вообще должен быть самым первым это момент того что просто мне лень делать два раза что-то два раза наносить два раза смывать волосы то есть у меня нет столько времени чтобы этим заниматься поэтому я ищу какую-то одну краску которая сможет поднять мои корни и при этом не оставить желтизны чтобы сравняла все с основным цветом у меня в принципе не пепельный цвет у меня такой натуральный блондин такой знаете жемчужный обсказала белесый но например на улице он вообще идеально белый прям такие вот эти вот когда шапку особенно одеваю не видно моих там отросших корней например да их там желтизны корней то просто мне идеальный цвет волос вот какой я хочу вот чисто белый да такое белое солнце можно сказать не пепельный не желтый а вот прям классный классный короче осталось довести до ума эти корни и мы постоянно к с вами экспериментируем последнее время я красила краской mood мне она нравится если красить один к двум на шести процентах именно потому что я красила и на 9 процентов и один к одному красила но рецепт мой один к двум на шести процент или держу это минут 40 50 недавно я зашла в салон профессиональной косметики и мне девушка так посмотрела на меня и посоветовала краску которая в принципе не давно уже советует но почему-то я чуть на муде остановилась оказывается это даже муд это бюджетная линия как она мне сказала элгон что ли может быть я сейчас что-то не путаю короче это какая-то фирма основная которая выпустила вот эту краску серию которая выпустила вот эту серию муд она как бы бюджетная считается вот как вот в стель линейки да есть люксовые какие-то да краски и уходы а есть бюджетные и вот эта муд оказывается бюджетная ни хрена себе я думала итальянская краска крутая она в принципе не дешевая так можно сказать короче она говорит что лонда она и вкуснее пахнет и в общем-то по качеству лучше но лонду мне давно советуют в общем да я красила ей один раз один к одному на шести процентов и корни мои были желтые мне это не понравилось одна из моих подписчиц в инстаграме вот мой инстаграм кстати заходите подписывайтесь она мне долгое время со своим мастером советовали краску лонда покраситься не не на шесть процентов а на девять процентов потому что вот именно лондона ведь девяти процентов идеально ложится на вот такие мои корни и типа все мне будет идеально без капельки желтизны но я не хочу на девяти процентов то есть да я думаю зачем мне экспериментировать с лондой когда я нашла себе муд на шести процентов могу красить зачем мне брать лонду на девяти красит правда правда но эта девушка которая посоветовала там не один уходик о нем я тоже расскажу когда его его попробую уже она сказала что вы можете красить ей на шести процентов один к двум я-то думала что это только для этой краски один к двум оказывается что для лонды тоже можно один к двум поэтому сейчас я буду экспериментировать лонду один к двум на шести процентов номер 1281 и мы посмотрим с вами что же будет и покрасить ли то есть закрасить ли желтизну будет ли она выбиваться и как долго быстро она будет смываться я говорю если только корни покрашу не буду протягивать по всей длине у меня не будет разницы она говорит ну сильно разницы не будет но буквально там 1 2 смывочки но все сравняется то есть я понимаю что здесь будут немного такие может быть пепельные отливы какие-то холодные чем основной цвет в общем это надо смотреть проверять короче оставайтесь со мной нанесем манта не поможешь но и сюда налила 126 процентов и вот выливаю 60 лонды один к двум получает и так мама чоли нам идет на помощь мама чоли покажись ссылка на ее канал раз она что-то появилась будет обязательно под моим видео так мама пока начинает красить а я уже заметила что на самом деле у краски не такой неприятный запах как у других ты заметила ну да она вот нет этого аммиака жесткого так когда я хожу и выветриваю в общем мы как всегда начинаем красить сзади давай покажу что потом и сзади сравнить тоже мы начинаем красить сзади потому что там короче осветляется медленнее чем тут здесь поэтому мы сзади все сюда и потом держим 50 минут да кстати на девяти процентах она как бы быстро реакции идет а на 6 процентах она идет медленнее и как бы успевает в общем-то куда-то как я поняла как не женщина объяснила успевает в общем высветлить больше поднять цвета на 6 процентах может вот такой быть поэтому она сказала один к двум на шести процентах и держать 50 мин краска густая не течет маути есть какие-нибудь замечания какие-то я этой краской пользовалась несколько лет это профессиональная краска и и используют салоном тогда она одна из хороших красок она кстати не дешевая и в салонах и когда мастера красят они нифига не дешево берут но у меня в салоне покрасили и я поэтому спросила какая стала брать ее просто единственное что мне приходилось все время ездить специализированный магазин и именно мой цвет не всегда был в наличии и мне это надоело то ее нету то она закончилась то последний тюбик остался мне приходилось каждый месяц вот это вот ездить ее искать выискивать общем надоело я потом перекрасилась другой цвет и нашла более доступную краску да она на своем канале кстати уже рассказывала мне про не вот который сейчас хорошо за гарнир которая есть в любом масс-маркете даже более маленьких магазинчиков так мы корни прокрасили кругом до корни прокрасили кругом я намешала кстати всю целую краску не стала делать половинку хотя половинки хватило бы да наверно на корни но на корни бы хватило половинки но так как эта краска другая она лишь отличается чтобы оттенок не был другим надо ее протянуть все таки протянем да ну ты думаешь сейчас прям или просто я наверное под водой сделаю все нет я думаю надо наверно сейчас уже да сейчас прошло сколько времени как корни мне не как что здесь 6 процентов понимаешь поэтому я не хочу долго ее держать и я хотела просто может про эмульгировать а читай сейчас сколько времени нужно тебе на корни сколько до конца тебе нужно чтобы нанести вот это корни мне нужно 50 минут а на концы сколько минут надо ну минут пять но не мало надо было пополам вообще разделить на самом деле на корни сделать на 6 процентах остальное намешать на полтора два процента или три и уже покрасить на всю длину шесть процентов не хочу на всю длину блин у меня сейчас волосы просто убитые сухие посмотри у тебя вот идет с синевой здесь да а здесь желтизна мне кажется надо эту желтизну тоже закрашивали нет у меня здесь желтизны у меня здесь чистый белка но отличается я вижу сверху отличается как она всегда отличается мам подожди еще итоговый цвет и не видела так-то она всегда отличается сначала такой там такой ну короче потом сделаем да на 5-10 минут максимум прошло 40 минут я она мочила свою основную массу волос и прям вот все что было вот так вот руками прям все заэмульгировала вот так вот и сейчас 10 минут буквально подожду буду ну что мои крошки я помыла голову смыла сейчас все и шампунь бальзам и попшикала сейчас там эстелевским в общем спреем новым тестирую пока что могу сказать до того как я посушила полностью волосы в отличие от моей краски муд я вижу что здесь присутствует голубой оттенок на волосах за счет него получается еще больше контраст с моими корнями желтыми которые не могут естественно до такого цвета подняться они все равно вот как-то есть желтоватый оттенок но сейчас судить рано потому что сейчас у нас мокрые волосы на мокрые волосы и сухие волосы это разные цвета волос но в общем я замечаю что у меня где-то где у меня были отбеленные волосы то есть порошком осветленные взялся хорошо прям вот этот вот серебрушный голубой отлив а там где были покрашенные волосы просто краской естественно там и желтоватый не немного видно этот мой отлив но я не стремлюсь к пепельному цвету то есть я не стремлюсь вот к этому цвету мне не нравится я хочу белый то есть когда вот такой вот засушивая то он получается красивым белым цветом и вот эта мне нравится мне нравится этот контраст который сейчас я вижу соответственно мне не нравится вот пепельный цвет я хочу просто натуральный красивый чистый regional без всяких примесей и когда я крашу краской mount этого нет там нет этих голубых отлива и когда голова высушивается то есть получается очень красивый цвет возможно лонды другой цвет мне нужен да не этот который все рекомендую Хотя говорят, пару раз он смоется, но тем не менее, я бы хотела с первого раза увидеть красивый результат, потому что муд дает с первого раза красивый результат. Возможно, если муд это бюджетная какая-то и есть более у них там высокая линейка, да, более качественная, то возможно мне стоит попробовать более качественную линейку. Бюджетными не хотелось бы пользоваться, хочется все самое лучшее для своих волос. Ну, в общем, давайте сейчас посушим наши волосы, посмотрим конечный результат и тогда уже будем делать окончательные выводы. Ну что, я подсушила волосы, как вы видите, шикарный результат с корнями, действительно нет никакой желтизны, ну то есть я вижу, да, очень круто закрасила, вот один к двум шикарно. И даже, честно говоря, вот я сейчас подсушила и прям не видно этих голубых никаких прям сильных отливов, да, при таком свете, да, не видно, что какие-то голубые отливы. Прям вот он сейчас прям такой белый, как я люблю, блонд, очень красивый и чистый получился. В принципе, я пока все сушила все это время и думала, такая, нет-нет, надо другую краску взять, может быть, это будет лонда, но другая краска, чтобы не было этой голубизны. Ну вот я прям все сейчас прям просушила, я не вижу уже голубых отливов, чтобы они отличались прям так как-то конкретно. Итак, что могу сказать, в общем-то краской я довольна и вот этим рецептом один к двум на шести процентах я тоже довольна. Волосы, блин, все хочу в порядок привести, хочется, знаете, как берешь вот так вот свои волосы, вот прям половину этих волос берешь, вот так вот, до половины, и чтобы они не стояли колом вот так, как у меня стоят, да, а падали вот так вот, как живые классные волосы. Я сейчас над этим работаю, не хочется обрезать волосы, я их ращу, я уже соскучилась за длинными волосами, пересматриваю свои видосы, где у меня длинные волосы, всякие там укладки, то все, мне кажется, как-то, не знаю, ну, в общем, соскучилась я, как говорится. Так, еще я не нанесла масло на волосы свои, масло я сейчас вот использую вот это, у меня уже немножко его заканчивается. Мне его рекомендовала очень подруга, ну, знаете, сколько я общаюсь с людьми, кто пробовал такое масло, оно не всем нравится, на самом деле. Но моя подруга от него в восторге, мне нравится его запах и аромат, в принципе, мне кажется, что все масла друг на друга похожи, хотя моей маме тоже не особо понравился. Но он дорогой, дорогой это масло, и при этом не вызывает вау-эффекта. У моей мамы лореаль, по-моему, был или шварцкоп, я не помню. У меня был шварцкоп, в котором я была очень довольна, у мамы был лореаль, по-моему, она очень тоже довольна. А вот это не произвело впечатление. Но мне его надо домазать, у меня еще очень много там всяких масел. Да, я это масло наношу либо на сухие вообще волосы, либо на такие вот чуть-чуть влажные. И потом сверху еще подсушиваю. Ну вот. Ну-ка, изменилось что-нибудь от масла? Смотрите, они уже как будто тяжелее, как будто подпали немного, да? Ну, я сейчас использую средство, только вот второй раз использовала средство, которое, я говорю вам, недорогое там. Оно вроде бы типа чудеса делает там с волосами. Ну, посмотрим еще через некоторое время. Если действительно упадут мои волосы вот так, как нужно, я вам о нем вообще расскажу всем. Покажу, как что. Так, ну что, вот такой блеск волос у нас. Смотрите. По всей длине, как видите. Шикарный. В общем, вот такой вот результат. Можете пользоваться. Я довольна. Но все равно буду еще искать, смотреть. Потому что вот, ну, немного этот голубой отлив. Он меня, конечно, смущает. Вот видите, вот на корнях. Вот, не на корнях, а на концах. Где-то вот прям беленький классенький, а где-то раз, и виднеется желтый. Это вот из-за того, что слишком белый. Наверное. Слишком голубой. Так, пойдемте при дневном свете посмотрим теперь. Ну что, при дневном свете, вот, пожалуйста, корни. Длина под разными наклонами вам покажу. Да, вроде все видно. В общем, вот такой вот эксперимент. В общем, вот такой вот эксперимент. Мне кажется, нечеток. Зачетик. Все, мои хорошие, что хотела вам сказать по поводу окрашивания еще. Я не профессионал. Очень часто приходят мне сообщения в директ, в инстаграме. Вот мой инстаграм. И вконтакте тоже приходят сообщения о том, что, Селена, подскажи, пожалуйста, высылают фотографии до, после, рассказывают историю своих волос и говорят, что мне сделать, чтобы было вот так. Я никогда не даю советы, на самом деле. Единственное, что я могу сказать, это если у человека осветленные волосы, допустим, да, или уже там смывается тоника где-то, это я могу сказать только затонироваться на тройке 116 номером, да. И это, я знаю, красивый пепельный цвет, и он как бы может, в общем-то, сравнять. Но так, чтобы советовать осветляться чем-то или советоваться смывки какие-то делать. Я не профессионал, я не берусь на себя. Мне кажется, даже профессионалы не смогут это сделать по фотографии, чтобы дать такие рекомендации, чтобы волосы не отвалились у девчонок. Поэтому я экспериментирую со своими только волосами, потому что знаю их, и сама тысячу раз там проконсультируюсь, мои волосы посмотрят, потрогают там, да. Вот, поэтому советы я не даю, но советы могу слушать, потому что многие рецепты, которыми я пользовалась, также от моих девочек-подписчиц, от профессионалов и непрофессионалов. Просто от девочек, которые таким же опытным путем приходили к каким-то красивым цветам и избавлялись там от желтизны и многое другое. Поэтому пишите в комментариях свои советы, свои рекомендации. Может быть, кто-то знает цвет лонды без вот этой голубизны, чисто белый, такое белое солнце. Кто-то, может быть, знает более люксовую линейку, вот, мут, да, вот это вот, элгон, если я правильно называю. Может, это не элгон, может, там какое-то другое слово. У меня память на названия всякие такие очень хромает. Так, и что еще хотела сказать? Ну, в общем, ваши советы. И, да, если у вас есть какие-то супер уходы, которые могут мои волосы из вот такого положения сделать вот такими, вот, вот, вот такими, вот, только на концах, то делитесь, конечно, в комментариях. Я думаю, что многим девочкам, которые смотрят меня, тоже будет это очень полезно, почитать комментарии, может быть, что-то для себя узнать. Советуйтесь в комментариях, вот, делитесь своим драгоценным опытом. И я, конечно же, обязательно все просмотрю. Мне это очень будет, думаю, полезно. Вот, ну, а я своими, естественно, советами буду делиться, как только увижу, почувствую какой-то хороший результат. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую, будьте красивыми, счастливыми, блистайте в этом мире, парите над землей. Я вас люблю, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok